Добрый день, дорогие участники онлайн-школы Санкт-Петербургского университета. Скажите, пожалуйста, видно ли меня, слышно, все ли в порядке со связью? Все замечательно. Тогда мы с вами начинаем занятие по истории. В прошлый раз мы с вами поговорили о захвате русских земель, точнее не о захвате, а о нашествии Батыя на Русь. Слово «захват» все-таки не совсем правильно на самом деле использовать, когда мы с вами говорим про походы Батыя на Русь. Потому что задачи его для нас с вами не вполне очевидны. Правда, это достаточно спорный, дискуссионный в литературе момент. Но вот еще одно важное направление, которое совпадает практически с периодом, когда Батыя совершал свои походы, это угроза с Западом. Есть, опять же, разные трактовки и иногда весьма утрированные трактовки тех событий, которые происходят у нас на западном направлении. Сразу надо отметить, что новгородским князем в этот период был Александр Ярославич Невский. Вот вы видите периоды, когда он княжил в Новгороде. Можем с вами обратить внимание, что на самом деле здесь был не один период какой-то продолжительный, а сразу три. Причем после одной из битв, весьма успешной, это битва на Неве, его как раз новгородцы прогнали. Видимо, боясь усиления княжеской власти. Тоже характерный для них момент. То есть, с одной стороны, они были заинтересованы в толковом и сильном князе, а с другой стороны, не слишком сильном. То есть, такой, чтобы защитить, да, но чтобы не узурпировал, не дай бог, власть. Вот в этом плане новгородцы тоже весьма тщательно следили за событиями. А что же у нас происходит на западном направлении? Шведские войска выдвигаются и доходят до устья реки Ижора. Вот они встают на реке Неве, разбивают там лагерь. Войска, видимо, очень небольшие по объему. Вопрос, кто это был, иногда пишут про Ярла Биргера. Но на самом деле, весьма маловероятно, что он сам принимал участие в боевых действиях или что он участвовал... Что он участвовал в... Что он участвовал в битве на реке Неве. Опять же, задачи шведов в этот момент, они не вполне понятны. То есть, одни историки такие ультрапатриотические, я бы сказал, говорили о том, что шведы готовили захват новгородских земель. Другие говорили о том, что да нет, это просто чуть ли не прогулочная такая была операция со стороны шведов. Понятно, что истина лежит где-то посередине. То есть, видимо, все-таки шведы ставили своей задачей захват вот этих земель, получение выхода к Балтийскому морю дополнительного. И все было достаточно серьезно, но, опять же, перегибать здесь палку не стоит. Опять же, отряд был действительно небольшой, и поэтому вот некоторые историки говорят о том, что, да господи, да какая это битва. Это вообще непонятные там полубандитские какие-то разборки, причем даже обвиняя в бандитском поведении скорее войска Александра Невского, Александра Ярославича. Опять же, это не соответствует реальности. Дело в том, что, когда мы говорили про Западную Европу с вами, то мы должны понимать, что основные сражения, основная судьба государств решалась как раз вот в таких вот небольших пограничных столкновениях. Численность с войском тоже никогда не была, ну, если мы не берем с вами в расчет Столетнюю войну, о которой говорили, численность с войск никогда не была большой. То есть мы не можем говорить о ситуации, в которую Россия попала с БАТЭМ, когда мы обсуждаем, сколько их было. 30 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, кто больше, что называется, или кто меньше, смотря в какую сторону считать. Вот здесь же мы говорим скорее о численности, да, в районе там 500, 1000 человек, где-нибудь вот про такие параметры. Но это не умаляет значение битв, потому что поражение в подобной пограничной битве могло привести к потере территорий, причем очень значительному. И Александр Невский, когда узнал о том, что шведы продвигаются к этим территориям, собрал небольшой отряд, действительно, затем собрал и неожиданно, неожиданно, вот как раз где шведы разбили лагерь, он на них нападает. Нападение получилось очень удачным, шведы были полностью разбиты, есть в летописях воспоминания об этой битве, рассказывается относительно подробно. У нас, конечно, проблемы вот с реконструкцией что Невской битвы, что с битвой Ледовое побоище, потому что даже отечественные источники весьма-весьма скупы в ее описании. И, соответственно, после этой битвы уже угроза со стороны шведов, она, если не пропала полностью, то, по крайней мере, она отложилась на значительный промежуток времени. Но для нас с вами и другие важные события происходят в Прибалтике, где как раз существует орден меченосцев, который был сформирован для христианизации населения Прибалтики. Он наступает на земли пруссов, ливов, эстов, латгалов, других племен. Причем, опять же, все эти ордена, они, ну, изначально, на самом деле, основывались на Ближнем Востоке, но вот в Риге появляется как раз орден меченосцев. Орден меченосцев. Опять же, христианизация проходила не вполне добровольным путем. Понятно, что это христианизация по католическому образцу. Будет даже версия, что римский папа провозгласил крестовый поход для христианизации Прибалтики и России. Но, опять же, это скорее, как сказать, попытка преувеличить значение тех или иных событий. Но, вот, повторюсь, для нас с вами важно ни в одну, ни в другую сторону не перегибать палку. Не говорить ни о незначительности, ни говорить о том, что судьба всей земли русской была на кону в этот момент. Нет, не была на кону. Но вот судьба Новгорода, пожалуй, да, она была под угрозой. Да и были вопросы о самостоятельности, о роли Новгорода, о том, как он дальше будет развиваться. При христианизации иногда проходило весьма любопытно, потому что можно было замирить какой-то народ, но потом этот народ, и даже христианизировать, потом этот народ входил в ту же речку, где его крестили, и смывал себя крещение, продолжал отбывать свои языческие обряды. Так что христианизация шла с большим-большим трудом. И в 1937 году гроссмертир Тевтонского ордена Герман фон Зальца присоединил Орден Меченосов к Тевтонскому ордену, который уже и начинает достаточно активное продвижение в Прибалтику. Кроме того, у Тевтонского ордена появляется Ливонское ландмастерство. Ну, мы обычно даже говорим прямо уже про Ливонский орден, про Ливонский орден. И Ливонское ландмастерство захватывает крепость Изборгс, захватывает город Псков. Ситуация становится достаточно тяжелой, серьезной уже. И в этот момент новгородцы возвращают на княжение Александра Невского. Сначала он освобождает новгородские земли и псковские земли от представителей Ливонского ордена, а затем начинает продвигаться уже навстречу войскам Ливонского ордена. И сталкивается с ними на берегу в районе Чудского озера. В районе Чудского озера место, где произошла битва до сих пор. Ищут, известно по описаниям, что это место в районе Вороньего камня. Но вот где этот Вороний камень находится, это хороший, тоже очень интересный для нас с вами вопрос. Есть точка зрения, что, ну вот это как раз одна из версий, то что вы видите, изображено. Другая версия, что на самом деле он сейчас уже под водой находится. В любом случае, где-то на Чудском озере произошла эта битва. Опять же, представление об этой битве и масштабах этой битвы. Вы имеете в виду Ливонский орден меченосцев, но он не вполне был крупным и не вполне справлялся со своими обязанностями. То есть нужно было укрепить вот этот вот христианский момент в Прибалтике. Да, событие, которое я сейчас описываю, оно получит название в литературе «Ледовое побоище». «Ледовое побоище». Если я неправильно написал, извините. Нет, все правильно. «Ледовое побоище». Итак, да, для того, чтобы укрепить положение, для того, чтобы расширить власть. А Тевтонский орден, безусловно, он обладал гораздо большей властью, такой древней, ну как древней. Опять же, орден, который образовался еще на Ближнем Востоке во время первых крестовых походов. Так что вполне логично было вот такое укропнение, я бы сказал, орденов, для того, чтобы их усилить. Численность войск вы видите на экране. Русских где-то 15 тысяч человек. Рыцарей, наверное, где-то около 12 тысяч человек. Но это примерные цифры опять же. И вот варианты, где проходила битва, вы видите, опять же, на экране. Повторюсь, что мы точно сейчас не можем сказать, где же было на самом деле это самое «Ледовое побоище». Точно так же, как мы не можем сказать, в какой степени эта карта, вот схема битвы, соответствует реальности. Потому что эта схема была нарисована только в 19 веке. Как на самом деле что было, вопрос гораздо более сложный. И, скорее всего, мы можем даже сказать одно, что это изображение, оно неправильное. Вот обратите внимание, традиционно, когда мы говорим про «Ледовое побоище», то мы используем такие положения, как клин, свинья. То есть о том, что немецкие рыцари окружают ополчение, берут его вот в такое вот действительно окружение конницы и двигаются вперед таким вот сомкнутым клином, то есть рядом, который должен разбить противника. На самом деле вопрос очень сложный, потому что при таком построении теряется главное преимущество конницы. А главное преимущество конницы это какое? Скорость, правильно, скорость. Да, скорее всего, если пока не изобретем машину времени, пока не отправим квадрокоптер, извините, в апрель 1240 года, который снимет, как же проходила битва с высоты птичьего полета, то так мы и не узнаем правильную схему. Будет ли машина времени когда-нибудь изобретена, мы этого тоже не знаем. Да и, может, лучше, если и не будет. Да, вы правильно говорите про скорость. И смысла выстраивать таким образом конные отряды, как и пешие отряды, никакого нет. Так что битва явно проходила как-то по-другому, как-то по-другому. Но важно, что русские войска победили в этой битве. Да, есть еще такие фразы о том, что вот лед Чудского озера не выдержал под тяжестью немецкого доспеха. Ну, интересно, вот та русская кольчуга, она, конечно, невесомой совершенно была. Ну, хорошо, я с вами в целом тоже согласен, да, что лучше было бы, если мы не изобрели. Да и работа историка так интереснее, на самом деле. Вот. Ну, все, ладно, не будем отвлекаться от темы, хотя тема, она, конечно, очень и очень интересна. Я с вами согласен, вот. Но это скорее для такого отдельного семинарского занятия по футурологии, что называется. Итак, соответственно, что рыцари лед не выдержал, они упали, их добивали русские войска. Это тоже тезис достаточно спорный, потому что, скорее всего, вес был вполне и вполне сопоставимый. Вы знаете, скорее всего, это миф, что они под лед провалились, потому что, ну, повторюсь, почему немцы провалились, а русские не провалились. Вот можете мне объяснить? Кольчуга, она тоже немало весит. Может быть, да, в рамках отступления в какой-то момент где-то какие-нибудь полыньи образовывались, да. Да, такое возможно. Но в целом, чтобы вот в массовом порядке, очень сильно сомневаюсь в этом. Да и численная жертва, на самом деле, она не такая, чтобы говорить именно о том, что кто-то провалился под лед. Важно, что в этой битве мы одержали победу, очень яркую победу. И экспансия, опять же, Ливонского ордена после этого была остановлена. Сколько было убито среди русских, неизвестно. Летописи говорят про 400 убитых немцев. Но, на самом деле, если мы обратимся к хронике Тевтонского ордена, то там говорится о гибели 70 рыцарей за всю кампанию. На этом основании некоторые говорят о том, что, ну, господи, ну что это за битва? Ну, всего 70 человек погибло. Скорее всего, на самом деле, ситуация такая, что мы должны сопоставить данные летописи и сопоставить данные хроники Тевтонского ордена. Потому что хроника Тевтонского ордена считала только рыцарей, то есть как раз вот конницу, ополчение она не считала. А русская летопись, скорее всего, посчитала и тех, и других. То есть, скорее всего, погибло действительно 20 рыцарей, 30 еще было взято в плен, ну, а все остальное это гибель ополчения, гибель ополчения. Повторюсь, самый важный итог для нас этих двух сражений, то, что экспансия Запада была остановлена. И потом, конечно, снова они будут пытаться организовывать наступление, в частности, во второй половине XIII века. Но здесь, например, тоже Пскову уже повезет с правителем, будет такой правитель, как Давмонд Псковский. И в битве при Ракворе он сможет разгромить войска противника. Так что Ливонский орден действительно ничего добиться в конечном счете не сможет. Вопрос, который вполне логично возникает на этом фоне. Почему Александр Невский считал возможным воевать с шведами, немцами, но при этом, если мы говорим об отношениях с ордой, то в 1249-м и 50-м, в 62-м и 63-м Александр Невский совершает поездки в Орду, причем иногда проводит там целый год, проявляет полную лояльность Орде. Сам же участвовал в подавлении восстания в Новгороде, которое случилось в 57-м году во время переписи населения. Вот что происходит, вот почему так происходит? Вот это действительно очень и очень хороший вопрос, и мне бы хотелось, чтобы вы подумали, а почему, собственно, Александр Невский проводит такую двойственную политику? Вот в чем смысл такой политики? Почему по отношению к одним полная лояльность, вплоть до того, что когда в Новгороде княжил его брат, он не поддержал брата, а заставил брата подчиниться и подавлял активно новгородское восстание, когда туда чиновники пришли, монгольские баскаки, и при этом совершенно спокойно сражался на Западе? В чем логика Александра Невского? И почему мы его канонизировали? Почему мы его святым считаем? Почему с Ордой выгоднее? Алиса, ну вот поясните мысль, что с Ордой выгоднее, а с Европой нет. Вот не очень понимаю. Деньги? Нет, не вполне все-таки. Ну да, конечно, когда вся территория занята монголами, куда там на восток двигаться-то особенно? Нет. А что вы имеете в виду, Елисей, войска? Поясните мысль. Вот, это уже интереснее. Более численная армия. Что вы подразумеваете, Алиса? Поясните. И сильная. У монголов, да, вот это уже правильный ответ. Действительно, если мы говорим про монгольские войска, то мы же говорим про десятки тысяч войск. С этим действительно сложно сражаться. Едва ли раздробленная, ослабленная после монгольского нашествия Русь способна что-то противопоставить Орде. А вот Западу Русь вполне способна противопоставить. И в данном случае сражения действительно небольшие, пограничные. Так что достаточно спокойно идут боевые действия. Александр Невский в целом же не был первым князем, который отправился в Орду. Первым таким князем был Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Римский посол плана Карпини будет потом говорить о том, что Ярослав Всеволодович принял католицизм. Маловероятно на самом деле, но такая версия существует, она рассматривалась. И даже римский папа, который, скорее всего, был введен в план Карпини в заблуждение, направлял Александру Невскому письмо с предложением объединения усилий. Но Александр Невский отказался от подобного рода предложения. А вот кто не отказался от подобного рода предложения, так это Даниил Романович Галицкий, который действительно принял корону из рук римского папы и именовался королем. Но при этом он рассчитывал на помощь Запада. Однако, когда пришли монгольские войска, то никто, в общем-то, Даниилу Романовичу и не помог Западу. Так что тоже вот вопрос опоры, он очень и очень сложный. И имело ли вообще какой-то смысл заключение такого политического союза с Западом? Ну, сложно нам с вами сказать, сложно сказать. Вопрос еще какой возникает у нас с вами. Когда вот об историческом выборе Александра Невского поговорили, надо сказать, что Александр Невский будет потом канонизирован. При основании Петербурга будет построена Александра Невского, ну, вскоре после основания Петербурга будет построена Александра Невская лавра. Туда будут перемещены мощи Александра Невского. С момента своего основания… Вы знаете, ну что значит двуликий эгоист? Я не пытался такого представления у вас создать. Здесь скорее мы должны с вами говорить о том, что Запад очень четко отыгрывает свою карту и свои политические интересы. В конце концов, дело рук утопающих зачастую дело рук самих утопающих. То есть, Запад заинтересован в распространении католической религии, он заинтересован в распространении своего влияния, а в том, в какой степени он будет оказывать помощь тем или иным странам или землям, которые согласились на его помощь, это уже другой вопрос. То есть, здесь скорее политика прагматизма, а не двуличия. Ну, может быть, да, она выглядит двуличной или получается двуличной по факту. Но я бы говорил скорее о предельном таком сугубом прагматизме, который проводит Запад и в том числе римский папа. Итак, а если мы говорим про Монгольскую империю, то мы должны с вами... Да, Александр Невский про него не договорил, отвлекся на секунду. Да, и мощи Александра Невского будут перенесены в Александр Невскую лавру. Кроме того, Александр Невский с момента основания Петербурга будет объявлен его небесным покровителем. Ну, да, ну вот в этом плане я с вами соглашусь, да, Алиса, да, в этом плане вы правы, да. И таким, кроме того, Александр Невский будет действительно одним из наиболее прославленных. Что интересно, и в Российской империи будет орден Александра Невского как, ну, достаточно значимая и военная, и гражданская награда. И в период Советского Союза в Великую Отечественную войну снова введут орден Александра Невского, но уже как военную, конечно же, награду. То есть акцент в личности Александра Невского, он будет постоянно меняться. До революции это святой князь, благоверный после революции, и с 30-х годов это князь-воин в первую очередь образ. Ну, и в 90-е годы снова будет учрежден орден Александра Невского. Так что вот Александр Невский действительно оказывается одним из наиболее прославленных наших князей, хотя его реальная роль и его вклад, его политика тоже вполне могут вызывать некоторые вопросы. И далеко не всегда она была совершенно однозначной. То есть, если мы посмотрим на его детей, то один из его сыновей Андрей, например, будет четыре раза приводить монгольские рати на Русь для того, чтобы занять великокняжеский стол. То есть, не будет чураться совершенно использование монгольских войск и договоренностей с монголами для захвата власти. Ну, вот вопрос опять же. Какую роль сыграл здесь сам Александр Невский и пример Александра Невского, да? Еще один важный момент, как раз теперь давайте поговорим уже как раз вот про эту перепись населения, то есть про установление вассальной зависимости Руси от Орды. Вот обратите внимание, да, вот посмотрите, где находится Золотая Орда, центр Золотой Орды город Сарай, город Сарай на Волге. И посмотрите, что русские земли не входят в состав Золотой Орды. Другое дело, что они связаны с Золотой Ордой такими вот вассальными действительно отношениями, вассальными отношениями. Прежде чем говорить о непосредственно определенных формах и моментах зависимости, я бы хотел отметить две вещи. Первое, это появление такого термина, как иго. Потому что в отечественной литературе, да и в литературе 19 века, в публицистике вы очень часто можете встретить такое понятие татаро-монгольское иго. Сразу скажу, что сегодня в научном сообществе принято от этого термина постепенно отказываться. Введен он был впервые польским хронистом Яном Длугашем в конце 15 века. Оттуда попал в западную историографию. Потом этот термин встретил Николай Михайлович Карамзин, наш последний придворный историограф. И использовал его в истории государства российского, где крайне критически отнесся к монголам. Ну и затем с его легкой руки, как и многое другое, перекочевал в отечественную историографию. Ну что, труд, история государства российского, конечно, на огромное количество населения оказал влияние. И можно сказать, что закрепил определенную историографическую традицию о том, что действительно монголы захватили Русь, подавили все начинания. Никакого положительного момента не было. Хотя тот же Карамзин, например, отмечал, что именно монголы привнесли на Русь начало государственности, уже которая потом помогла москвичам объединиться. Те начало государственности, которые помогли потом русским землям объединиться под началом Москвы. При этом, при этом, потом в 20-е годы в эмиграции, да, и в советской литературе, в советской научной литературе эта идея получит свое продолжение. То есть, опять же, будет проводиться большое количество исследований. Тем более, что Энгельс, один из классиков марксизма-ленинизма, скажет о том, что иго иссушает душу народа, что именно за эти 200 лет Россия отстала, что именно за период иго Россия отстала от Европы. Так что вот советская историография двигалась в этом же направлении. Хотя, например, тот же самый Сергей Федорович Платон вообще говорил о том, что на самом деле монголы оказали весьма незначительное влияние на Русь. И он будет говорить о том, что... Как раз... Ну что они сделали? Установили выплату дани, выдавали ярлык к княжению. Ну и на этом, в общем-то, все. На этом, в общем-то, все. Ну и, наконец, есть альтернативная точка зрения. Это евразийская точка зрения. Она сформировалась в среде русской миграции. В России ее активно поддерживал и продвигал во второй половине 20 века Лев Николаевич Гумилев. Это идея союза, как у евразийцев, или симбиоза, как у Гумилева, Руси и Орды. То есть о том, что они не только не были противниками, а, скорее, они были союзниками, помогали друг другу. И в целом мы можем говорить даже о значительном, именно таком вот положительном влиянии Орды на Русь, не отрицая при этом тех проблем, которые возникали, и тех разгромов, которые происходили. Я бы сказал, что сегодня наиболее авторитетной, наиболее адекватной является точка зрения Юрия Владимировича Кривошеева, который пытается скрестить обе позиции, как довольно радикальные, с одной стороны, а с другой стороны рассматривающие ситуацию достаточно однобоко. То есть он говорит о том, что в бытовом плане, о том, что в плане ремесленных специальностей, каких-то еще, действительно происходят сильные разрушения. Но нам необходимо обратить внимание на то, что достаточно быстрыми темпами, буквально за 20-30 лет, Русь от этих разрушений практически оправилась. С другой стороны, говорить об исключительно положительном влиянии, о Союзе тоже нельзя. И было достаточно много и походов со стороны татаро-монгол, и боевых действий. Иначе бы, наверное, никакой попытки освобождения от зависимости, если бы все было так прекрасно, и не было бы. Ну, а теперь давайте поговорим уже непосредственно о тех событиях, которые происходят. Вот мы с вами рассмотрели. Виды зависимости. Давайте посмотрим на те виды зависимости, которые существовали. По большому счету, мы их можем разделить на три части. Это политическая зависимость, военная и экономическая. Давайте начнем с самой простой, с экономической. Это выплата дани. Причем, как ежегодные платежи. Там был установлен определенный порядок выплаты дани. Примерно 5 тысяч до середины 15 века. Один раз в 7-8 лет 90 грамм серебра. И с середины 15 века ежегодно в пределах 2% годового дохода. Ну, абсолютно посильная, как вы видите, не самая обременительная дань. При этом, когда будет позволено передать право сбора дани в руки московских князей, то понятно, что основную массу денег будут оставлять как раз москвичи у себя. И не передавать эти деньги в Орду. Помимо вот этой регулярной дань, были также достаточно частые внеочередные поборы и платежи. Кроме того, необходимость кормить ордынских послов. Увод людей в рабство. И я уже в прошлый раз говорил, что мы полностью утратили, например, стеклодувную специальность. Ну, а начиналось все с 50-х годов, с 53-го года, когда пришли монгольские чиновники, баскаки, и организовали перепись населения. Вот после того, как была произведена перепись населения, то есть спустя более чем примерно 15 лет, начинается уже установление зависимости. То есть не просто пришли, пограбили и ушли, а уже формируется система зависимости. Второй момент. Военная зависимость. В данном случае необходимо, чтобы князья помогали монголам в их борьбе с теми или иными противниками. И, кроме того, отправка баскаков до 1327 года, хотя в этот период как раз передается право сбора дани уже тем самым монгольским, русским князьям, то есть московским князьям. Ну и, наконец, также один из видов военной зависимости – это поставка воинов в монгольские войска, поставка воинов в монгольские войска. Ну и самое, пожалуй, значимое или интересное для нас с вами – это выдача ярлыка на Великое княжение, то есть определение князя, который будет управлять русскими землями. Великое княжение – Владимирское, если что. На другие княжения уже не великие, но тоже княжения, тоже нужно было получать, кстати, ярлык. Ну и для того, чтобы ослабить русских князей, часто говорят о том, что монголы разжигали вот такое соперничество или ненависть между московскими князьями. Но здесь надо сказать, что политика была обоюдная, что как монголы способствовали этому, так и русские князья сами были не против повоевать друг с другом и, более того, привлечь к этой борьбе как раз монголов, привлечь к этой борьбе монголов. Ну и вот мы с вами видим, да, и в соответствии с этим возникает такой вполне логичный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами помним про три органа управления – князь, вечи и бояре. А что меняется в этих органах управления? И происходят ли в период установления зависимости от монголов какие-то изменения? Какие? Количество власти. У кого меняется количество власти? У князя в какую сторону? Опять. В плохую, да. Если мы говорим про управление русскими землями. Вот я бы хотел, чтобы вы объяснили, почему кто-то считает, что в плохую, а кто-то в лучшую, кто-то в слабую, кто-то в сильную сейчас мне напишет, наверное. Почему вы так думаете? Именно я говорю в данном случае про управление русскими землями. Про управление русскими землями. Почему, Алиса, почему вы думаете, что князь в это время имеет большую власть? Да ладно, тут все проще на самом деле. Вот смотрите, мы говорим про получение князем ярлыка на великое княжение. Вот смотрите, князь, соответственно, монголам с кем выгоднее вести взаимодействие? С князем, с вечи или с боярами? Конечно же с князем, потому что он один. И, соответственно, монголы опираются, в общем-то, в управлении русскими землями именно на князей. Вечи и бояре их интересуют в гораздо меньшей степени. Поэтому роль как вечевых органов, так и боярских в этот период сокращается. А роль князя в управлении русскими землями действительно в этот период растет. Правильно. Ну и, как я сказал, в 1243 год Владимир Осуздальский князь Ярослав Севолодович, отец Александра Невского, первым из русских князей, отправился в сарай на поклон к Батыю. И он будет провозглашен старшим среди русских князей и получит ярлык на Великое княжение. Вот вы видите, как выглядит ярлык на Великое княжение. Про переписи я тоже уже говорил. Про Баскаков я уже сказал. Положение церкви, кстати, укрепляется. Это еще один момент, который связывает с деятельностью Александра Невского. То есть, то, что католики, то, что Запад угрожал церковной составляющей, а монголы были веротерпимы сами, они были язычники, у них в армии были и православные, точнее, были и христиане нестарианского толка, и мусульмане были. Они проявляли широкую веротерпимость и даже освободили русскую православную церковь от уплаты налогов, от уплаты ордынского выхода. Другое дело, что вот эти вот использования как русскими князьями, так и монголами распри среди русских князей, все равно регулярно приводили к карательным экспедициям. Причем, по меткому замечанию некоторых ученых, далеко не все эти экспедиции, ряд из этих экспедиций выглядел даже страшнее, чем начальный поход Баты. И при этом обратите внимание, что в пятой части этих походов принимали участие русские князья, то есть Александр Невский, Андрей Александрович, Иван Калита, который во время борьбы с Тверью в 1327 году поможет монголам в подавлении Тверского антиордынского восстания. Тверского антиордынского восстания. Кроме того, были и положительные моменты взаимодействия. Здесь мы можем говорить и про принципы побратимства. Правда, не как у Гумилева, который пишет про побратимство Бат Александра Невского и сына Бата Сартака. Этого не было. У нас нет доказательств того, что такое было. Но мы можем смотреть на то, что действительно были ситуации побратимства между русскими и монголами. Кроме того, были и брачные отношения, и поездки в Орду. Так что сводить все, опять же, к исключительно боевым действиям все-таки будет не вполне корректно. Ну и, наконец, надо сказать, что за время зависимости мы многое будем перенимать у Орды. Это и система управления государством. И не самые приятные вещи в виде ужесточения судебной системы. То есть, если до этого у нас была вира, то теперь мы переходим в какой-то степени к монгольской системе наказаний, когда у нас появляются и членовредительские наказания, там, с выдиранием носа, с какими-то другими вещами, телесные наказания и в том числе получение сведений под пытками. Из положительных моментов это развитие военной системы. В частности, вы видите, как меняется схема войск у нас. Раньше такой схемы у нас не было. Дружинники за время правления монголов постепенно-постепенно вырастают в такое дворянское сословие. Ну и также еще один момент, который тоже стоит отметить, это заимствование у монголов почтовой системы. Емская гоньба, то есть выстраивание такой вот сети опорных пунктов, перевалочных пунктов, куда гонец прибегает, чтобы отдохнуть, поесть, поспать и лететь дальше. Раньше такой системы не было. Все это ускорило и облегчило доставку писем. Вот так что, когда мы с вами говорим о взаимоотношениях Руси и Орды, мы должны понимать, что ситуация была очень и очень неоднозначная. Были положительные моменты во взаимоотношении, были отрицательные. Князья как правильно себя вели в отношении монголов, так и достаточно двулично тоже зачастую себя вели. Так что, одно мы можем сказать точно. Взаимоотношения были далеко не такими ужасными, как иногда их пытаются рисовать. Они были сложными. Они были сложными, противоречивыми. Каждая сторона искала для себя, как это всегда бывает, максимальную выгоду. Ну, а на этом спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Если вопросов нет, то спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok